Сегодня день космонавтики. 62 года назад человек впервые полетел в космос. К памятнику Гагарину на бульваре, который носит его имя, весь день несли цветы жителей Террасполя. Среди них и активисты партии «Обновление». Они всегда приходят 12 апреля к бюсту Гагарина. По инициативе партии на Доме по соседству появился огромный билборд с портретом первого космонавта. Этот праздник стал не только узкопрофессиональным для работников космической отрасли, но и всенародным, общим любимым праздником. Потому что в этот день человечеству была открыта дорога в космос. И мы с гордостью можем сказать, что эту дорогу в космос открыл наш соотечественник, простой советский парень. Среди пришедших были и те, кто хорошо помнит 12 апреля 61-го. Террасполчанка Людмила Николаевна тогда жила в городе Горьком и училась в седьмом классе. Когда по радио сообщили о полете, уроки прервали. Объявили, что человек в космос полетел. Но потом звонок и сразу в актовый зал всех. Начали орать, прыгать, стучать. А директор стоит и улыбается. Это был огромный, великий праздник. Это наш Юра. Не просто Юрий Алексеевич, а Юрка. Наш. Кадры хроники. Учащиеся Терраспольского профтехучилища номер 5 одними из первых в мире узнали о полете человека в космос. Они прослушивали эфир и поймали сеанс связи космического корабля «Восток-1» с Центром управления полетами. Позже училищу присвоили имя первого космонавта. Терраспольского профтехучилища номер 5 одними из первого космоса.